Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Анжелика Тименко, нутрициолог. Здравствуйте, Анжелика! Здравствуйте! Я благодарна Вам за приглашение. Мне очень приятно быть у Вас в студии. И благодарна за тему, потому что действительно очень классная. Мы есть то, что мы едим. И как питание влияет на жизнь человека. Это действительно очень интересная, глубокая и очень обширная тема. Сегодня хотелось бы поговорить именно об этом, потому что очень много споров, очень много разных домыслов, высказываний вокруг питания, вокруг диеты, вокруг как принимать пищу, в каком виде, как она влияет, не влияет. Вот давайте сегодня попробуем в этом во всем разобраться. Давайте. Вообще, на самом деле, к питанию еще в древности люди обращали внимание. Тот же самый Гиппократ Великий говорил, что большинство болезней как раз формируется от того, что мы кладем себе вовнутрь. И скажи мне, что ты ешь, и я скажу, чем ты болеешь. Поэтому есть очень много исследований, которые подтверждают, например, взаимосвязь нашего настроения, наших каких-то болезней, ощущений от продуктов. Ну вот, например, Всемирная организация здравоохранения признала уже, что сахар является таким пищевым наркотиком, и он влияет на наше питание. Повышенное содержание сахара влияет на агрессивность. У меня мама, воспитатель в детском саду, и она всегда обращает... Вот на детках агрессивность очень сильно сказывается. И она всегда обращает внимание, что после Нового года детки становятся неуправляемы, потому что они объедаются конфетами, всякими сладостями. Но у нас же традиции такие, да, новогодние подарки обязательно должны быть сладкими. Вот. И, естественно, и психологические детки, у них и нервная система не справляется с этим. Также сахар, он влияет на тревожность, какое-то депрессивное состояние людей. И поэтому... Ну ведь нам так иногда хочется того самого сладенького, да? И опять же, разговор о том, что эндорфины получаем из шоколада, их тоже никто не отменял. И когда подростки выбирают между яблоком зелёным и шоколадкой, ну, наверное, выберут второе. Или ребёнок. Конечно. Вот как это всё заменить и как привить правильные привычки пищевые ребёнку и себе, и вообще своей семье? Пищевые привычки, это прежде всего зависит от нас самих. Вот если мы сами будем правильно кушать, если мы правильно будем рассказывать ребёнку, почему вот ты это кушаешь, даже если он это особо сильно не любит, да, через какое-то время ему захочется попробовать, да. Вот, очень, мне кажется, вообще, как человек, у которого в роду поколение преподавателей, сама тоже по первому образованию я была преподаватель, мы всё показываем своим личным примером. Вот если мы делаем неправильно, что-то хотим от ребёнка, то, естественно же, и ребёнок тоже будет эти же шоколадки наяривать. То есть нужно начинать с себя. Себя прежде всего. И воспитание всё с себя. Вот как делаешь, они будут копировать. Сахар, понятно. Какие ещё продукты вот так же могут агрессивно влиять на организм человека? Ну, мучное, например, разное. Разные такие вот булки, всякие жареные вещи. Но мучное, сахар, они ещё влияют же на кишечник очень сильно. И сахар же, для девочек рассказываю, он, ну, важно, да, он участвует в процессе гликации и разрушается коллаген, появляется больше морщин. Даже в 25 лет уже у девочки появляется морщин, тут уже как раз питание. Вот. А вот эти все булки, они действуют, как и сахар, на флору кишечника. Был такой эксперимент, когда, я когда только начинала такое изучение питания, как раз прочитала, мицелию грибка поместили в сосуд, с одной стороны, а с другой стороны, достаточно длинный был сосуд, маленький кусочек сахара. Так вот она так разрослась, что достала до этого сахара. И в кишечнике вот то же самое, если вот такие продукты попадают, да, они очень портят флору кишечника. И у нас получается она больше патогенная. И, естественно, мы начинаем хотеть именно вот такие вот, как сказать, неправильные продукты, да. А ещё часто сидят девочки на диете, они кушают там одни фрукты, например, либо отказываются полностью от мяса, либо ещё что-то. А у нас в организм, для правильного существования организма, нам надо каждый день, чтобы у нас поступало 28 аминокислот, 15 минералов, 12 витаминов. Также нам нужно 7 групп ферментов и полиненасыщенные кислоты для формирования клеточных мембран. Если у нас не поступает, если мы как-то однобоко будем питаться, то, естественно... То есть, если монодиеты используются в своём архитектуре, это опасно. Да, либо, как говорят, жир отменяем. Мы вот очень любят девчонки кушать творожок 0%, 1%, типа там для похудения. Ну, тогда лучше его вообще не кушать, потому что ничего в этом творожке нет, кроме химических добавок, которые придают вкус. Потому что, ну, как можно 0% творог есть? Он же вообще безвкусный, если нет там никаких добавок. Вот. Что такое жир для нас? Это же холестерин. Благодаря холестерину у нас вырабатываются гормоны в организме. И при отсутствии жира у нас не усваиваются жирорастворимые витамины. О какой красоте может быть и речь, если у нас не будет витаминов Е, если витамина А не будет, витамина К, там Д. Д вообще считается... У нас только витаминов. А так он, ну, например, на том же Западе, его считают прогормоном. Вот. И он участвует в огромном количестве функций нашего организма. Вот. И часто бывает такое, что у девочек не налаживается цикл. И мамы ходят там по врачам, выясняют, что такое, какая проблема. Оказывается, банальный недостаток витамина Д. Вот. Даже по своему опыту могу судить то же самое. Пока мы со своей дочерью не наладили витамин Д, железо, все было плохо, скажем так. Вот. Также очень часто, однобоко получается, что не девчонки говорят, что, ну, хорошо, раз у нас жиры, мы будем кушать. А белки, зачем нам кушать белки? Ну, как бы, давайте на фруктах посидим. На самом деле белки – это строители нашего организма. И без них вообще не будет существовать, ну, наши органы. И часто обращаются девчонки с тем, что волосы начинают выпадать. Вот. И когда я спрашиваю, как вот, когда выпал волосик, посмотрите на него, как он выглядит, да? Либо мы вот так вот берем, и у нас остается просто, либо у него головочка такая на голове, да? Вот как раз, когда головочка очень часто говорит о том, что недостаток белка в организме. А недостаток белка – это чреват. Наш организм очень умный. Когда не хватает белка, он прежде всего начинает его забирать с волос, потом с кожи там у человека, там, тургор кожи нарушается, морщинки появляются. Вот организм пытается его перетянуть на самые важные органы, потому что, ну, не будет работать щитовидка, та же самая. Ну, у нас же щитовидка очень важна. Ну, что, волосы, вот вы скажите мне, кто от того, что он лысый, умирал? Нет. У нас нет таких людей. Мужчины, наоборот, вообще красавчики лысые, да? Брутальные такие. Вот. Поэтому белок нужен, он же еще переносит наши витамины, минералы, все это вот по клеточкам разносит. Он как вагончик. Получается, что к любым диетам нужно относиться с умом. Лучше всего все-таки обращаться за помощью к специалистам, которые подберут, исходя из состояния вашего организма, вашего здоровья и ваших потребностей. Да, обязательно. А просто худеть с подружками за компанию на фруктах или только на белковой диете или наоборот, да, исключая те или иные продукты, это все-таки может привести к серьезным последствиям. Конечно. И к проблемам со здоровьем как раз таки. К серьезным, да, последствиям. И очень часто, когда человек не употребляет мясо, он автоматически, ему не хватает железа. Мы в основное, в основную часть железа человек может получить из мяса, из белков животного происхождения. Вот. Все бобовые, это, конечно, хорошо, но вегетарианцы чаще всего страдают анемией. А что такое недостаток железа? Это же гипоксия. Это же все клеточки голодают. Это недостаток энергии может быть у человека. Мне, например, недавно была на фитнесе, пришла девочка. Я так поняла, что она поставила себе цель к весне похудеть. И, ну, такая плотненькая. Ну, видно там уже, что у человека недостаток микроэлементов. По коже лица, по синячкам. И она действительно, она стала заниматься, на полчаса позанималась, ей потом плохо стало. Тренер ее откачивал. Вот. И как бы выяснилось потом, что у нее недостаток железа. Недостаток железа, он же проверяется по двум анализам. Ну, вернее, там несколько анализов. Но такие основные, это не просто железо в сыворотке. Надо еще смотреть ферритин. Вот. И когда недостаток железа, то все органы страдают. И первое, на чем это тоже отражается, вот как бы организм говорит, соус, соус, скорее же, что-то делает, это волосы тоже начинают выпадать, волосы с кожей тоже. Ну, то есть, получается, волосы как индикатор нашего состояния, нашего здоровья. Да, да, поэтому я и говорю, что наш организм очень умный. И если же что-то не так, мы можем посмотреть именно на волосах, на коже, на ногтях. Вот. И это очень хорошо, потому что девушки всегда зациклены на красоте волос. Очень классно, когда такие шикарные волосы. И может девушка ходить там несколько месяцев, у нее болит там, допустим, баку или еще что-то, она не обращает внимания. Но когда у нее начинают сыпаться волосы, она сразу же прибегает. И тогда можно решить проблемы со здоровьем. К специалистам. Анжелика, ну, раз питание так сильно влияет на состояние человека, на его организм, на его здоровье, как же сделать так, чтобы оно было максимально сбалансированным, правильным, если это слово применимо? Конечно, обязательно должны быть пищи, белки, углеводы и, ну, желательно не быстрые вот эти сахара, да. Потому что углеводы тоже нам нужны, они как раз способствуют усвоению этих белков в жиру. Вот белки, жиры, углеводы у нас должны быть. И пища должна быть полноценная. Вот. Если же какие-то существуют отклонения к здоровью, то желательно все-таки сдавать анализ. Вот у нас паспорт крови, паспорт вообще человека, здоровья человека, это биохимический анализ крови и клинический анализ лейкоцитарной формулы. По ним можно очень много все рассказать о человеке. И можно даже рассказать, что у него с кишечником. А если с кишечником плохо, то он может много чего кушать и может даже правильно кушать, но ничего не будет усваиваться. Вот. И если, допустим, тот же самый белок, то тоже будет нарушение со здоровьем. Белок – это очень такой элементарный анализ, который мы можем сдать за 300 рублей. Общий белок и все. Единственное, нужно смотреть, чтобы он был 75, не ниже, не как в референсах. Вот тогда никаких проблем ни с волосами, ни с кожей. И очень многие проблемы со здоровьем можно решить. Потому что если человек, например, находится в течение 5, 10, 15 лет, ну, все в зависимости от резервов, от самого состояния здоровья, от возраста. Например, в дефиците белка у него будет 100% через какое-то время проблема со щитовидкой, например. А вот все-таки, на ваш взгляд, стоит ли кардинально отказываться от тех или иных продуктов? Ну, вот мы уже говорили о том, что, например, сахар – это не совсем как бы, да, прекрасно. Кардинально, я считаю, что нет, я против вообще этих всех запретов ярких. Я вообще не люблю диеты, я вообще тоже против диет. Я считаю, что питание должно быть сбалансированное. И нужно иногда, ну, как, пошалить, скажем так, да. Я считаю, что просто, ну, выберите себе какой-то такой график питания, чтобы, допустим, 80% это было правильное питание. Чтобы вы, ну, вот, вы понимали, что вы, а что вы, ну, взяли, там, покушали для своей щитовидки. А что вы для своих волосиков, для своей кожи покушаете. А, ну, 20% это вот на встрече с любимыми подружками, с друзьями, там, там, какие-то отпуск же у нас тоже есть. Ну, не можешь же все время сидеть на диете, когда там. Либо, например, вот мне очень понравилась идея Ирины Хакамада. Ирина Хакамада, она говорит, что можно, например, один день расслабиться, там, что-то покушать, ну, то, что, может быть, не очень полезное, да. Потому что, когда ты тебе запрещаешь, тебе очень хочется. Вот, ну, вот ты просто вот начинается, я вот тут сидела на программе ЖКТ, вот, и там запрещается сыр, вот, в диете. Вы знаете, как мне его хотелось? Я думала, я просто умру без сыра. Поэтому вот, когда строгие запреты, они повышают кортизол, это ни к чему хорошего не приводит. Ну, как вот все-таки… Срывается человек. Где та самая золотая середина, и как себя настроить, что, там, не знаю, вот сегодня я начинаю новую жизнь, новое питание? Ну, потихонечку отказываться. Ну, вот это моя идея, я не знаю, может быть, она и неправильна. Я бы, например, потихоньку отказывалась. Цепь, например, там, если от сахара, то, ну, раз в неделю себе поставила. На самом деле сахар – это наркотик. И я по себе видела, что если я, вот, отказываясь долго, там, ну, не кушаю сахар, вот, он же есть в других продуктах на самом деле. То есть все равно ты получаешь норму сахара, норму глюкозы этой, которой нужна. Вот. Но если ты начинаешь потом через какое-то время возвращаться, тебе хочется больше, больше, больше этого сахара. Поэтому либо постепенный отказ, это все зависит от характера, либо вот так вот. Нет, и все. Не буду, и все. Вот, это да, это просто вопрос задаешь себе. С какой целью ты ешь этот продукт? Что будет тебе, что он тебе принесет хорошего для твоего здоровья? Либо наоборот, что он сделает с твоим здоровьем? Как ты будешь себя ощущать? Вот, ну, что ты вот сделала? И, ну, периодически думать, что ты в день сделала для своего здоровья хорошее. Потому что, ну, машину можно заменить всегда, да. Какой-то прибор в доме мы тоже можем заменить. Даже он дорогостоящий. А тело нам дается на всю жизнь одно. И как мы его используем в течение всей жизни, такая старость у нас и будет. И если мы в 70 лет решили заняться здоровьем своим, то, к сожалению, это уже практически невозможно, да. Это уже таблетки и так далее. А если, в общем-то, в течение жизни как-то соблюдаешь какой-то баланс, то здоровье, я считаю, что будет. Я, например, планирую быть здоровой. И в 75, и в 85 лет. И в 95. И в 95, и в 100. Я вообще у меня в планах где-то лет в 90 в Испании потанцевать на площади с каким-нибудь молоденьким мальчиком. Почему нет? Вот. Это реально. Главное, правильно озвучивать свои желания. Да. Чтобы они сбывались. Анжелика, что бы вы пожелали нашим телезрителям в завершении программы, вот прям буквально коротенько, несколько советов, как справиться с зимой, с серостью. Потому что солнце в том регионе, где мы с вами находимся, где мы с вами живем, катастрофически не хватает. Дотянуть до весны, дотянуть до пения птиц и, в общем-то, не потерять ни бодрость духа, ни своё здоровье. Для того, чтобы сохранить своё здоровье, ну я же говорила, что основная часть пищи у нас должны быть белки, жиры и углеводы с витаминами и микроэлементами, вот. Ну, можно немножечко пошалить, скажем так, иногда. И обязательно, я считаю, что нужно иметь человеку своё хобби. Потому что жизнь на самом деле такая однообразная. И если у человека не будет либо любимой работы, от которого он прям вау, с ума сходит, да, и вот эта энергетика и желание уже как бы от солнца не зависит, да, либо какое-то своё хобби любимое, и обязательно спортом. Потому что во время спорта тоже вырабатываются гормоны счастья, и человек становится здоровым. Без спорта человек, даже если он правильно питается, он не сможет быть здоровым, потому что даже, ну, суставчики, для того, чтобы они разрабатывались, там же нет сосудов, да, поэтому им нужно обязательно спорт. Активный образ жизни, сон, да. То есть режим дня, активный образ жизни, правильное питание, хорошее настроение, и тогда вам будет по плечу и в 95 станцевать на площади в Испании фламенко, например. Почему нет? Да, конечно. Анжелика, спасибо вам, что сегодня были с нами. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите своё здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Продолжение следует...